Продолжение следует... Хотел вот с чего начать. Пришли новые квитанции с новыми суммами оплаты за вывоз ТБО, насколько я понимаю. Вот с чем связано это повышение? Давайте начнем с этого. Связано это безусловно с тем, что в соответствии с федеральным законодательством все коммунальные услуги, они индексируются один раз в год. То есть часть из них индексируется 1 января, часть 1 июля. Соответственно, здесь с этим связаны и повышения. То есть это установлено правительством Российской Федерации. Индексация. А из чего складывается стоимость конкретно ваших услуг? За что платят жители? Ну, в настоящее время в услугу регионального оператора входит сбор отходов с площадок непосредственно, транспортировка спецтехникой и захоронение на полигоне, на специализированном полигоне. Все-таки, что касается повышения. Сколько теперь придется платить жителям? Насколько больше платить жителям за вывоз, за утилизацию твердых бытовых отходов? Давайте конкретно про многоквартирные дома отдельно. Для них стоимость увеличилась на 2 рубля ровно. То есть на сегодняшний день она стала 95 рублей 71 копейка с одного жителя, за одного человека. Что касается частного дома, там стоимость увеличилась на 2 рубля 25 копеек и составила 107 рублей 61 копейка. С частных домов больше? С частных домов, да, больше, потому что там установлены нормы, соответственно, больше. И для примера, скажем, да, что семья из двух человек в многоквартирном доме уже по новой стоимости будет оплачивать 191 рубль 42 копейки. А если это частный сектор, то 215 рублей 22 копейки. Что касается оплаты квитанции, да, оплаты за твердые коммунальные отходы, за вывоз, где можно заплатить и на каких условиях можно оплатить эти квитанции? Квитанцию за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами можно оплачивать как в банках, так и непосредственно в кассе регионального оператора. Касса у нас расположена трубников 44В, это здание ЗАГСа, а в банке это Сбербанк, ВТБ, они работают, к сожалению, с комиссиями. Без комиссии можно оплатить почтобанк. Именно банк, не почта России. То есть отделение почты России также берет комиссию, а почтобанк нет. На фоне повышения стоимости ваших услуг, вашей организации, что в Первоуральске происходит с раздельным сбором мусора? Все-таки это был эксперимент, как вы его можете оценить? Он провалился, он пока продолжается. Какие-то вот итоги? Ну, давайте сразу уточним момент, что все-таки ежегодная индексация тарифа на услугу никаким образом не связана с раздельным сбором в Первоуральске. То есть повышение и раздельный сбор никоим образом не связаны между собой. Внедрение в Первоуральске раздельного сбора на сегодняшний день продолжается, но, к сожалению, пока не с тем успехом, с которым хотелось бы его наблюдать. Сколько вовлечено в это на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас 78 площадок по городу. То есть 8 площадок это поселок Доломитовый, который у нас был пилотный проект, и 70 площадок у нас по городу Первоуральску. Жители, которые относят мусор, ну, мы предполагаем, что они его сортируют перед этим, да, относят мусор на эти площадки. Им все-таки дешевле обходится ваша услуга или нет? Сейчас, значит, минус 10% за данную услугу получают только те площадки, которые у нас были в пилотном проекте регионального оператора. Все, что касается установленных вновь, пока мы не можем установить снижение оплаты, потому что, к сожалению, не видим мы должной сортировки. То есть на сегодняшний день... Ну, сгрузите. Нет, безусловно, синий контейнер вывозится одна машина, зеленые контейнеры другая машина. Что с платежной дисциплиной Первоуральцев? Возвращаясь все-таки к финансовым вопросам. Насколько исправно, насколько своевременно Первоуральцы платят за услуги вашей организации? Что касается собираемости платежей, на сегодняшний день по Первоуральску она составляет 93%. На самом деле показатель очень хороший. Если мы будем сравнивать его с прошлым годом, то в прошлом году данная цифра достигала 65-70%. Ну, просто в прошлом году ведь, если должники не платили, не погашали долг, то к ним никаких санкций, пений, например, и не применялось. А в этом как? Безусловно. То есть у нас в прошлом году был мораторий на пении, отключение электроэнергии, то есть любые воздействия на должников. Сейчас с 1 января моратории сняты. Соответственно, и в связи с этим увеличилась платежная способность граждан. То есть уже люди идут оплачивать квитанцию, потому что есть за это определенные санкции. Например? То есть взыскать вы можете через суд? Взыскание. Взыскание через суд в любом случае возможно. А вот начисление пений, отключение электроэнергии и так далее, это уже сейчас в любой момент это можно произвести. Так, понятно. Что касается состояния мусорных площадок, обновления мусорных площадок, обновления мусорных баков. Я еще почему-то спрашиваю, в Викторинбурге накануне был случай, там стенка, по-моему, мусорной площадки упала на ребенка, ребенок пострадал. Вот чтобы такие случаи исключить, каким образом работа проводится у нас здесь, в Перу-Уральске? Ну, сразу же отметим, что оборудование и содержание контейнерных площадок – это обязанность в нашем случае администрации городского округа Перу-Уральск. То есть функционал регионального оператора не входит в содержание площадки. Вместе с тем, несмотря на это, региональный оператор все-таки, несмотря на то, что стоимость тарифа не включена, приобретение контейнеров, приобретают контейнеры и вот с начала оказания услуги, да, с 2019 года, с 1 января, более полутора тысяч приобретено контейнеров региональным операторам. Ну, то есть это и железо, и пластиковые контейнеры, и для юридических лиц, и на площадке в город. Что с нелегальными свалками? И в каком случае это зона вашей ответственности? Что касается нелегальных свалок, за любой вид несанкционированной свалки, да, в любом случае несет ответственность собственник земельного участка, на который она находится. Но в рамках экологической реформы законодательством установлены некоторые нормы, что касается свалок, именно твердых коммунальных отходов. Ну, для примера, для понимания, да, это у нас, например, свалка за забором где-то в лесу возле коллективного сада, где явно находятся отходы от ежедневной жизнедеятельности людей. То есть если мы такую свалку выявляем или нам кто-то о ней сообщает, да, из жителей, здесь порядок следующий. Мы информируем собственника земельного участка, на котором свалка размещена, информируем Минприроды. И собственнику устанавливается 30-дневный срок на ликвидацию данной свалки. Но он как-то должен возмещать потом эти расходы? То есть либо он в 30-дневный срок своими силами ликвидирует ее, если ничего не происходит, региональный оператор вправе самостоятельно ликвидировать данную свалку, а расходы, понесенные в связи с ликвидацией, выставить собственнику земельного участка. Сколько раз в день вывозится мусор вообще в вашей организации из обычных баков, с обычных площадок мусорных? Несмотря на то, что санитарными правилами установлен ежедневный вывоз, по Первоуральску у нас транспортными компаниями вывозится два раза в день. То есть на каждую площадку два раза в день машина приезжает. Если возникают какие-то проблемы с вывозом мусора, куда жителям обращаться? Это тоже к вам получается? Да, безусловно, можно обращаться к нам. На квитанции, в каждой квитанции указана наша электронная почта и телефон горячей линии. То есть либо обращение на электронную почту абсолютно в свободной форме, не обязательно там конкретно заявление и так далее, в свободной форме просто. Можно адрес, фотографии и так далее. Либо телефон горячей линии. Хорошо. Спасибо вам за беседу, Михаил. Спасибо телезрителям за то, что вы были с нами сегодня. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова